Говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. Но не всем. Многие летним развлечением предпочитают труд. Вот и Даниил Костенко решает подработать в Бобруйском загородном лагере. Сфера его обязанностей – кухня. Здесь учащийся торгово-экономического колледжа жарит котлеты, перемешивает суп, стоит на раздаче и разливает компот. Работается тут хорошо. Работы много, удобно все. Место отдыха нам предоставляют. В свободное время вечером в лагере есть дискотеки. После работы мы ходим на дискотеки, отдыхаем. Сервисный отряд в Мечте – это 12 человек. Работа несложная, но ответственная. Ведь накормить и обслужить в обед нужно 600 человек. Приглашают отряды по мере накрытия на столах, чтобы еда не остывала. Всего же в расписании 5 приемов пищи в день. Работают очень хорошо, ответственные. Ребята очень хорошие, изъявили желание очень давно. Еще в мае месяце они нам помогали по уборке территории. Всего же в этом году в Бобруйске работают почти 450 бойцов. На Славянке, Таиме, ТДА, заводе крупнопанельного домостроения, поликлиниках и больницах. Союз молодежи поддерживает ребят на протяжении всего сезона. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. Приятные бонусы. Из зарплаты не вычитается подоходный налог, а на время трудоустройства иногородним предоставляется общежитие. Три отряда у нас работают на республиканских проектах. Это Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. И вот буквально вчера ребята уехали на атомную электростанцию работать на благоустройстве территории атомной электростанции и города Островец. В 2022-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 35 тысяч. По итогам 2021-го средняя зарплата в республиканских проектах дошла до 1200 рублей. Традиционно она выше в строительной сфере. Для тех, кто желает трудиться, работа в Беларуси есть, и молодежь это знает. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.